что интернет это уже завтра войдет в любое село, она говорит, слушайте, вот 3,5 тысячи село, да, чтобы нам зарегистрировать иностранцев, значит, я должна пойти на почту. Я стою там 3 часа, вот, когда получаю форму, истерика у сотрудников почты, потому что они не умеют заполнять эти формы. Чтобы не отправить по интернету, интернета в деревне нет. И поэтому, конечно, мы можем говорить о развитии внутреннего туризма и так далее, но препонов еще много. Но вчера руководитель, один из руководителей Ростелекова, я думаю, решит вопрос, и интернет в этом селе появится, потому что это как раз вот то село, куда иностранцы группами ездят совершенно спокойно уже многие годы. И таких примеров, на самом деле, много, и для нас важно вот услышать и сделать площадку, где вот эти вот ограничения можно было снять. Потому что нам говорят о том, что село больше тысячи все будут, так сказать, подключены к интернету, а на практике мы видим, что они никто не попадает ни в какие планы, никакого Ростелекома. Мы тоже понимаем, что это коммерческие структуры, которые, естественно, руководствуются только экономической эффективностью. Кстати, Валентина Ивановна на одних из парламентских слушаний сказала, что село должно измеряться не экономической эффективностью. Село — это то место, где сохраняется культура и самобытность России. Здесь должны быть совершенно другие подходы. И мы хотим, чтобы вот эти новые, другие подходы, они были сформированы совместно с Советом Федерации, общественной палатой, Российским взаимозом сельской молодежи, ну и, конечно, такими замечательными главами, которые у нас сегодня присутствовали. Это яркий пример того, что под лежачий камень вода не течет, и что на самом деле, если человек хочет, то он делает то, о чем мы сегодня услышали. Совершенно удивительные примеры. Вот низкий поклон вам за вашу работу, потому что на самом деле она малооплачиваемая, она очень сложная. Но тем не менее работают там настоящие русские люди. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вам, ребят, за замечательное мероприятие. И Юрьевна, общественная палата, которая всегда тоже на всех наших инициативах откликается. Спасибо всем.